МОСКОВСКОЕ ШОСЕ До этого полностью перекрыли участок Ракитовского шоссе на пересечении с Московским. Впрочем, у автомобилистов выход есть. Обходные пути нашла Марина Матвейшина. По обеим сторонам Ракитовского шоссе на пересечении с Московским уже четко видны очертания свода будущего тоннельного путепровода – северная и южная рампы. Сейчас строители планируют соединить эти две конструкции в единый тоннельный проезд, для чего необходимо убрать участок шоссе, разделяющего рампы. В ближайшее время этого участка дороги здесь не будет. Сейчас дорожники снимают асфальт, потом уберут щебенку, а затем раскопают тоннель, в котором и начнется строительство путепровода. Проезд автотранспорта при таких работах, естественно, исключен. Ракитовское шоссе перекрыли. На подъездных путях и связанных с шоссе дорогах установлены знаки. Строители просят автомобилистов быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут. У нас два пути. Либо повернуть на Волжское шоссе и там по демократке, потом попасть в город. Либо проехать прямо. Все. Ну, да, других нету путей. Теперь поворота ни с города, ни на выезде из города, ни на въезде из города нету на Ракитовское шоссе. Это надо будет объезжать через Учениновку. Пробки неизбежны, говорят строители, и потому ведут работы и днем, и ночью без перерыва. Торопятся успеть открыть прямой проезд по туннелю до 1 сентября. Кольцо на месяц позже. Напомним, на пересечении Московского и Ракитовского шоссе строят развязку в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. После реконструкции схема движения по Московскому шоссе станет проще, безопаснее, а пропускная способность его увеличится. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Вторая жизнь и улицы Старозагора. В Самаре стартовали работы по ее реконструкции. К осени улица должна преобразиться. Мэр Самары проверил, как идут работы. К нему присоединилась и наша съемочная группа. Бульвар на Старозагора полон спецтехники. Погрузчики избавляют газоны от старого грунта, чтобы потом привезти свежую землю. Реконструкция в честь 50-летия. Улица идет полным ходом. В этом году преобразится участок улицы от Шибки до Нового вокзальной. Отремонтируют дороги и тротуары. Вдоль всей проезжей части разобьют клумбы, обновят газон, заменят уличное освещение и установят новые скамейки. Я здесь живу с 1978 года. Улица была красивая, ухоженная. И когда мы узнали, что будут реконструировать, мы просто обрадовались. Мы готовы выдержать все, даже грязь. Только бы нам сделали улицу. Реконструкции коснется и трех фонтанов, в том числе и того, что находится рядом с кинотеатром Шибком. Фонтаны приведут в первоначальный вид, но изменится система подачи воды. По историческим документам и чертежам восстановят и мозаичные беседки. Особое внимание Олег Фурсов обращает на работу по демонтажу киосков. Торговые ряды незаконно занимают эту территорию еще с 90-х годов. На этой неделе оформляйте документы, вызывайте официально их уведомление, вручайте о демонтаже. И после этого все судебные процедуры. Я намерен освобождать все эти пространства для жителей города. Я думаю, за 15-16 лет здесь достаточно заработали люди, чтобы все компенсировать затраты, связанные с созданием магазина. Теперь эта улица, эта площадь должна поработаться для людей. Кроме того, планируется оформление вывесок в едином стиле и приведение в порядок рекламных площадей. Поучаствовать в реконструкции изъявили желания и самарские предприниматели. За счет денег спонсоров реконструируют один из фонтанов. Самарцы также могут выделить личные деньги на покупку тротуарной плитки или чугунных скамеек. Имена меценатов увековечат на именных плитках. Мы будем привлекать деньги меценатов, бизнесменов именно в этом направлении. Но пока еще конкретно не определили. То есть бизнесмены готовы вложиться, но в каком направлении, это мы будем решать в ближайшее время. Основной фронт работ на первом участке будет завершен к сентябрю этого года. В дальнейшем аналогичные работы будут проведены и на участке улицы Старозагора, от улицы Нового вокзальной до проспекта Кирова. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Совершенно другая судьба ждет Самарский дом на улице Аврора, где в марте этого года произошел обвал грунта. Напомню, возле стены образовалась огромная яма. Спасатели экстренно эвакуировали людей. Здание обследовала специальная комиссия. И вот экспертиза готова. К какому выводу пришли специалисты, узнала Лариса Шалафаст. Большая трещина в земле рядом с 20-м домом по улице Аврора образовалась весной этого года. Сначала в квартирах оборвалась проводка, рассказывали жители. Потом возле стены заметили небольшое обрушение. После трещина ушла вглубь до 15 метров. Спасатели экстренно эвакуировали всех жильцов. Матвеевное ощущение меня трясет всю. Сейчас дома может сложиться в любое время. Это же страшно. В доме 60-х годов постройки проживают порядка 30 человек. Люди смогли вернуться в свои квартиры в течение месяца. Яму возле дома засыпали за несколько дней. Для этого потребовалось 10 камазов грунта. Но никаких гарантий, что яма не появится здесь снова нет. После ЧП здание обследовала специальная комиссия. Специалисты установили причины обвала грунта около дома и вынесли решение признать дом аварийным. Данное здание построено на грунтах, состоящих из карстовых пород. И в результате поднятия грунтовых вод произошло вымывание и в результате образовалась воронка. Комиссия сделала заключение о выявлении оснований для признания дома аварийным подлежащим сносу. Сейчас ветхое здание продолжает разрушаться. На фасаде образуются новые трещины. В подъездах и квартирах двухэтажки также трескаются потолок и стены. Сейчас заключение межведомственной комиссии находится на рассмотрении в городском департаменте имущества. Когда распоряжение вступит в силу, жильцам предоставят варианты для расселения. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Телеканал «Самара ГИС» будет следить за темой. Легли на дно ради чистоты и безопасности. Самарские пляжи очищают не только от мусора, но и от лишней растительности. Из-за жары Волга зацвела, и водолазы отправились на ее спасение. На пляже рабочий день провела Марина Кравцова. И водолазы с косами стоят. Оригинальную картину наблюдают самарцы на пляже. А для Вениамина Беркаева такое дополнение к водолазному снаряжению – дело привычное. Что растет на дне речном, знает не понаслышке. Дайвинг на Волге – для него не развлечение, а работа. Трудится в связке с напарником. Один косит, другой подстраховывает. На глубине до двух метров, на площади до буйков, борется с водорослями. Каждые 10 дней водолазы проводят очистку волжского дна в районе пляжей. Убирают скопившийся мусор и косят разросшиеся водоросли. После чего вот эту водную растительность прибивает к берегу, где ее уже подхватывают уборщики. Как говорят водолазы, приходится не только косить, но и убирать. В основном бытовой мусор. Его за раз поднимают со дна около двух кубометров. Но бывают находки и покрупнее, обычно к концу пляжного сезона. Чтобы поднять такое, приходится повозиться. Большие находим скамейки. То есть молодежь, видимо, очень веселится и сбрасывает это все в воду. Раздевалки, урны, бочки. Сколько килограммов водорослей собрали и не считают. Зелень с пляжей вывозят мешками. В жару выходить на покос приходится чаще. Внеплановые погружения совершают и по обращениям любителей пляжного отдыха. Это безопасность людей в первую очередь. Так как плывет человек, он может ногой запутаться, я не знаю, как-то испугаться. Чем жарче, тем быстрее водоросли растут. Соответственно, тем чаще мы косим. От мусора и тины воду почистили. А вот сама вода не везде отличается кристальной чистотой. По итогам последней проверки проб воды. Пока не рекомендовано купаться на пляжах Уладьи, на спусках улиц Советской Армии, Ленинградской и Маяковского. Марина Кравцова, Екатерина Осетрова, Максим Гусев. События. Фальшивый сыр и масло производят на девяти предприятиях Самарской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Почти полтонны некачественных молочных продуктов обнаружили в магазинах. Производителям выписали штрафы на сумму в полтора миллиона рублей. Что находят в образцах сыра и масла? Об этом в нашем следующем репортаже. Сыр тропический. Так можно назвать немалую долю молочной продукции на самарских прилавках. Почти везде в составе пальмовое масло. Роспотребнадзор регулярно устраивает проверки. Результаты не радуют. Доля фальсификата на рынке увеличивается. В большинстве случаев это являются производители масла сливочного, сыров. И замыкают так тройку. Это молоко сгущенное. Как правило сыры это полутвердые сыры, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Они чаще всего и фальсифицируются. В лаборатории Роспотребнадзора молочные продукты проверяют в несколько этапов. Сначала специалисты определяют жирно-кислотный состав. Например, из масла она выделяется путем слоения фас, на жировую и нежировую. Из сыра это просто экстракция жира из пробы. И такие продукции, как молоко, сметана, ряженка, гефир и другая различная молочная продукция. Предварительно мы ее сквашиваем. Результаты проп расшифровывают и направляют в отдел надзора. Там и выясняется, есть ли в сыре то, чего быть не должно. Пальмовое масло, сухое молоко, вредоносные бактерии. Производители некачественных продуктов ждут штрафы, суды и запрет на производство. Покупателям остается угадывать, какого качества окажется купленный продукт. Масло совсем другое такое, какое было раньше. Намного. Цены ненормальные. Для этого качества, конечно, сыра не стоит. Поэтому урезаем. Поменьше. Я беру дорогой сыр, стараюсь дорогой масло брать, не дешевое. Чтобы не тратить деньги зря, нужно внимательно изучать упаковку. А также список недобросовестных производителей на сайте Роспотребнадзора. Марина Матвеевшина, Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. С мигалкой в роддом. Самарские дорожные инспекторы экстренно доставили начавшую рожать женщину в больницу. Всего за полчаса они смогли преодолеть расстояние от мехзавода до улицы Полевой. И успели как раз вовремя. Новорожденного самарца и его счастливых родителей поздравила Марина Матвеевшина. Почти 4 килограмма счастья новорожденный Рафаэль стал настоящим подарком папе ко дню 80-летия ГАИ. Инспектор Ренат Шарахуддинов и его супруга Лилия в третий раз стали родителями. Надеются, малыша ждет большое будущее. Не успел он родиться, как уже попал в историю, которую еще долго будут пересказывать родственники. Я девушка рискованная, просто ждала. В принципе, два дня оставалась до родов, но я рискнула ехать в Икею, прикупить для малыша. Ну, в общем-то, как я и ожидала, начались у меня схватки. Поехала я домой. Ну, почувствовала, что все-таки не дает, потому что пробка была от Икеи, с ума до больницы далеко. Позвонила мужу. Я бегал по дому, думал, как быть, как быть, и звонил каждые пять минут и ей туда-сюда, и, то есть, советовался, что делать, узнавал, какие пробки, где. Ну, вот так получилось, что она доехала до поста и довезли ее на патрульную машину. От мехзавода до 20-го отделения роддома Пироговки полицейские довезли роженицу за полчаса. И мальчик появился на свет под присмотром врачей. Это не единственный случай. Вот на моей памяти уже у нас было, ну, только на моей памяти два раза, когда обычные женщины останавливались около поста ГАИ, обращали к сотрудникам госавтоинспекции за помощью, и они, естественно, с радостью им помогали и никогда не отказывали. И если в служебной инструкции нет такого пункта доставка женщин в роддом, сотрудники ГАИ говорят, помочь никогда не откажутся. Забота о безопасности людей – это и есть их работа. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Пока одни становятся счастливыми родителями, другие только раздумывают над вопросом «Согласны ли вы?». Эту фразу в день семьи, любви и верности можно было услышать в сквере возле Самарского дома молодежи. Там проходили торжественные регистрации брака. Все желающие смогли отрепетировать свое бракосочетание или вспомнить, как это было в день свадьбы. Юлия Черняева также не удержалась от криков «Горько». Согласны ли вы взять в жены Елену? Согласен. Крики «Горько», первые поцелуи – свидетельство о браке. И вроде все по-настоящему, но без штампа в паспорте. Свадебную церемонию Василий и Елена в шутку называют «генеральной репетицией». Ребята давно вместе, а сегодня, в день семьи, любви и верности, решили связать себя узами брака в молодежном ЗАГСе. Поначалу я была против, я недоверчиво относилась к этой идее, но все-таки он меня уговорил, и мы решили, почему бы и нет. Следующий уже пункт в ЗАГСе. Приглашаем вас. Первая такая шуточная акция состоялась 14 февраля. И по просьбам влюбленных ее решили организовать именно в День Петра и Февронии Муромских. Самарские студенты идею поддержали и даже создали виртуальную очередь из желающих сочетаться браком. Вопрос, а если вдруг кто-то не сойдет со характерами, организаторы даже не обсуждают. Я думаю, разводов у нас не будет. Достаточно серьезная статистика и, надеюсь, на долговечные браки. Мы рассчитываем на большое количество молодежи, потому что достаточно бурной дискуссией вызвала данная акция в среде социальных сетей, в интернете и, в принципе, у наших друзей. Лучшие фотографии каждой пары будут размещены на официальных ресурсах Самарского дома молодежи. Народное голосование определит пять пар победителей, которые получат памятные призы. Юлия Черняева, Максим Гусев. События. Из Москвы домой вернулись участники всемирных детских игр. Лучших в беге, футболе и стрельбе выбирали среди детей, которые уже завоевали свою главную победу. Побороли рак. На вокзале юных спортсменов встречала Алина Чемерис. В путешествии окончено, поезд прибывает на вокзал. Юных победителей на перроне встречают родные. Для Вали Разгоняевой это уже вторые соревнования. Девочка получила призовые места в состязаниях по плаванию и футболу. Но самое важное ее достижение случилось четыре года назад, когда удалось побороть рак. Это была самая главная победа в нашей жизни. Поэтому мы очень рады, что достигли таких высот. Это очень влияет на детей. Они смотрят это совсем с другой точки зрения, потому что им кажется, что это настоящие Олимпийские игры. То, что они могут поучаствовать, то, что болезнь совсем отступила и больше ее нет в нашей жизни. На спортивные соревнования детей, победивших онкологию, участники из Самарской области ездят уже пять лет. На этот раз в Москве за звание лучших поборолись восемь человек. Их соперниками стали около 500 ребят из Германии, Румынии, Венгрии и в общей сложности из 16 стран мира. Шахматы, стрельба, настольный теннис – всего шесть дисциплин. Юные самарцы участвовали в каждой. Я участвовала в футболе, еще я участвовала в беге, еще я участвовала в стрельбе. По нагрузке, да, были сложные, но я справилась. Я так познакомилась со многими новыми моими друзьями. То, что испытала вот это спортивное настроение, спортивные всякие эмоции. И, конечно, всякие развлечения на досуге, там, всякий мастер-класс. Мне тоже все очень понравилось. Общение – это очень много. Значит, это праздник для детей. И вот это вот подтолкнуть ребенка дальше, показать, что он может. И даже если кто-то и не выиграл в этих играх, да, но у него появился стимул. Я знаю, что он будет заниматься, он будет добиваться. И это еще и выздоровление будет. В этом году самарские победители планируют выпустить фотоальбом своих спортивных достижений. Возможно, соревнования для детей, поборовших онкологию, станут проводить и на региональном уровне. Алина Чемерис, Мария Калачева, Артем Сулайманов. События. Променять престижную, но нелюбимую работу на собственный бизнес. Двое молодых самарцев в центре города построили всесезонную теплицу по уникальной технологии. Сейчас в ней 57 кустов клубники. Главный принцип – никакой химии, только натуральный продукт. Садоводы-бизнесмены ставят перед собой амбициозные цели – увеличить плантацию до 500 кустов. О тонкостях садоводства наш следующий репортаж. Гаражный комплекс в центре Самары. За воротами одного из них Иван Калмыков и Семен Романов занимаются редкой для России технологией – гроубоксинг. Ребята выращивают клубнику в закрытом грунте. Такой метод позволяет собирать урожай круглый год. И при этом никаких химикатов и ускорителей роста, только натуральные удобрения и любовь. Ради этого Иван полгода назад бросил работу в крупной нефтяной компании. Теперь, говорит, даже по утрам просыпаться радостнее. В один прекрасный момент я понял, что как-то я не так живу. Надо пожить и для себя, и заняться любимым делом, свое удовольствие. Думал, думал. Тут настала весна. Поехал в деревню к родителям, в огород. Поработал там. Красота. Скоро зацветут 57 кустов клубники. Электроника поддерживает температуру, идеальную для растений, чуть выше 25 градусов. Все оборудование – дело рук Семена. По образованию он радиотехник. В его руках обычный бельевой шкаф за 10 дней превратился в бокс с настоящей климатической системой. «Разработали устройство, которое следит полностью за климатикой. То есть не просто отдельно за температурой или влажностью, а вообще свет, климат, полив и так далее. То есть оно еще может управлять автополивом, но у нас здесь просто не реализовано, потому что это тестовый бокс». Чтобы заменить этот бокс на оборудование посерьезнее и увеличить плантацию клубники до 500 кустов, ребята собирают средства на краудфандинговой платформе в интернете. Спонсором может стать каждый среди вознаграждений варенья и несколько килограммов клубники. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. В Самару прибыл Волжский арт-экспресс. Открылась передвижная выставка, посвященная культуре калмыкского народа. Уникальная живопись, буддистские сюжеты, яркие краски. Оттуда, где переплетаются искусство и история. Репортаж Алины Чемерес. «Такое искусство мало где встретишь. Картины, написанные на свитках. Калмыки – единственный народ в Европе, который исповедует буддизм. И раньше в такой технике мастера изображали только буддистские божества. Писать свое имя на работе было нельзя, и поэтому об авторе напоминал только отпечаток ладошки с обратной стороны». На этом полотне Аюка Хан – один из первых ханов калмыкского народа с тех пор, как калмыки перекочевали на территорию Российской империи. Два раза встречался с Петром I, получил от него в награду саблю. «Калмыки осуществляли защиту южных рубежей России от всевозможных захватчиков. Участвовали практически во всех войнах, которые вело российское правительство, в том числе и в войне со шведами, и в войне с Наполеоном. И калмыцкая конница одной из первых вошла в город Париж». «Украшения, картины, различные панно на выставке. Всего около трехсот работ. Любимые сюжеты калмыков – история народа. Здесь очень много ярких красок. Особенно преобладают желтые и красные оттенки, цвета степей и солнца. Также много необычных работ. Вот, например, шахматы. Калмыцкие, мусульманские, восточные. Все это ручная работа, вырезанные из кости. Талант мастеров проявляется во всех жанрах». «Неожиданно, конечно. И буйство красок, и техники интересные. Все это здорово, прям сразу такое впечатление. Еще даже вот мы пять минут походили, и там очень нравится. «Нужно походить, посмотреть. Не знали вообще ничего об этой выставке, но вот зашли и увидели, что это скорее что-то загадочное. Такое неопределенное». «Несомненно, интересно. Несомненно, уже вот по первым картинам посмотреть есть что. Разный стиль, разные направления. Думаю, да, будет интересно разным людям». Выставка, рассказывающая о культуре калмыцкого народа, уже побывала в десяти городах России. В Привозском федеральном округе Самара стала первой. В галерее «Новое пространство» выставка пробудет до 23 июля. Затем отправится в Казань, Ульяновск и домой в Элисту. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События. Музыка из прошлой эпохи звучит в парке Гагарина. Самарский пенсионер собрал коллекцию виниловых пластинок и каждый день проигрывает их на своем патефоне. Старинные романсы и марши – песни знаменитых советских исполнителей, записанные в прошлом веке. Такую музыку мало где услышишь. К истории прикоснулась и наша съемочная группа. «Вот этой пластинке 1906 года. С одной стороны, носок к манжуре, но она не такая, как сейчас. А такая, в общем, плачущая. Больше рассказывает, чем поют». Уникальная запись 110-летней давности заставляет прохожих остановиться. На одну и ту же лавочку в парке Гагарина Анатолий Леонидович приходит уже почти год. В арсенале патефон и дюжина пластинок. Всего их у него около сотни, и чтобы порадовать слушателей, каждый раз приносят новые. Песни Руслановой, Утесова, Старинные романсы – это будто музыкальный музей под открытым небом. Дарить жителям знаменитые произведения такими, какими их любили наши бабушки и дедушки, мужчина решил после неожиданной находки. «У бабушки в сарае сломанный патефон нашел в Оренбургской области, в деревне, восстановил его. Там куру на нем сидели, сломанный был. Мне 80, я с 36-го года, патефон с 35-го, на год старше, мы с ним почти ровесники». Почистил, поменял пружину и патефон запел, как новенький. Пластинки дядя Толи, как его все называют, собрал по соседям. Говорит, десятки записей, не коллекция, инструмент для музыкального путешествия. «Тем, наверное, я отличаюсь от лекционеров. Коллекционеры собирают, посадят их на скамейку, сядут на них и всю жизнь будут сидеть. Я пластинки, если собираю, то только для того, чтобы играть людям». За патефоном, который каждый день слышит весь парк, внимательно ухаживает, своевременно ремонтирует, меняет иглы. Найти их трудно, да и стоят они дорого. На них и уходят пожертвования слушателей. «Станочки сделал, сам затачил, но наточить их можно, ну ведь угол такой, как заводской, не выдержишь, она портит пластинку. А иглы хватает две, максимум три пластинки. Все». У дяди Толи уже появились поклонники. «Обычно мы вот садимся сюда, на лавочку рядом, и подходят вот от таких маленьких детишек. Они танцуют, некоторые родители подхватывают песню. То есть это такой вот островок тепла. Потом дядя Толи такой обаятельный человек, что разговаривать с ним, узнавать очень много нового, интересного, того, чего я никогда не знала, это просто чудесно». Дядя Толя говорит, пока народ интересуется и с любопытством слушает пластинки, на лавочку в парке Гагарина будет возвращаться каждый день. Алина Чемерис, Полина Рузавина, Дмитрий Мешканцов. События. Рабочая неделя запомнилась нам именно такой. А я желаю вам хороших выходных и отличного настроения. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова